Октябрьского района Польша представителей региона прошли в федеральные собрания. К примеру, интересы соседнего Татарстана в Госдуме лоббируют 16 депутатов. Наших всего 4. И всенародные задачи – изменить ситуацию. И для того, чтобы у нас больше возможности это делать, исключительно важно, чтобы мы этот этап политический прошли успешно. И мы бы занялись все конкретными, значительно более активно конкретными делами. Все, все уровни власти от общественных советов. Мы общественным советам дадим дополнительные полномочия, дадим даже исполнителей, для того, чтобы это было значительно ближе к людям. Выборы проходят в сложной внешнеполитической ситуации. Сегодня Россия столкнулась с небывалым давлением со стороны Запада. День выборов должен стать индикатором того, насколько наше общество сплоченно и сможет ответить на внешние угрозы. Конечно, мы вас поддерживаем и видим ту работу, которую вы проводите. И как жители Октябрьского района благодарим, в первую очередь хочу сказать, что мы благодарим за те пешеходные улицы, вернее, участки улицы. Это Осипенко, Челюскинцев, Яблоневый сквер. Но хочу сказать про больницу Пирогова. Значит, мы находимся на улице Полевой, и очень бы нам хотелось, чтобы сделали такую же красоту, вот если это возможно, как на Новосадовой. Не только тротуар на Полевой, но и весь город должен быть благоустроенным. Самаре предстоит принять чемпионат мира по футболу, который по зрительскому рейтингу не уступает Олимпийским играм. Важно, чтобы в предстоящие пять лет преображением города занималась профессиональная и ответственная власть. А депутат, который до сих пор представлял Октябрьский район в Губернской думе, его развитием практически не занимался. Тот пресловутый кандидат был выбран не жителями Октябрьского района, а был выбран в том числе и финансово-промышленными группами, и в том числе, к сожалению, в эшелонах власти. В том числе на определенных избирательных участках. В целом, Октябрьский район жителей пресловутого кандидата, поверьте, не поддерживает. Открывая очередной ледовый дворец, за это вам отдельно еще раз спасибо, то, что вы хоккей поднимаете, подняли фактически с колен. Промышленный получил орбиту, с нетерпением ждем Кировский. Октябрьский троечку может ФОК получить? По городу, по городу, практически, ну, может быть, только вот в Куйбышевский, нет, в Самарский и Ленинский, да, может, мы где-то найдем место, как бы объединенное будет. А так, в основном, везде должны быть вот эти комплексы со временем, где и лед, и универсальный зал, и плавательный бассейн для взрослых, и для детей, и фитнес-зал, и там тренажерный зал, все под одной крышей. За время встречи прозвучали десятки обращений, а также конкретных проблем, требующих решения в режиме ручного управления. Николай Меркушкин подчеркнул, что все они будут оформлены как наказы избирателей кандидатам в Государственную и Губернскую Думы. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События.